Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаю работать с текстами пророчеств. Сегодня буду мочить мордой море проект Кассиопе. Извините, что так грубо, но по-другому никак. Я все понимаю, но 168 тысяч подписчиков — это 168 загибших душ. Поэтому необходимо их спасать. Ложные доктрины однозначно я буду рушить, потому что меня не устраивает несоответствие с богодуховенными текстами. Я пыталась сегодня слушать ее видеоматериалы. Это сделать непросто, потому что у человека очень плохая дикция. Операторы при съемке, скорее всего, умышленно делают звук тише, для того чтобы приходилось прислушиваться. Я сегодня была просто вынуждена зачитывать расшифровку этих видеоматериалов под роликами. Что меня удивило? Ну, конечно, удивили повторы предложений. А помимо повторов еще отсутствие четкой логики воспроизведения материала, это, в принципе, навеяло на некоторые мысли, но я не буду их озвучивать. Есть один видеоматериал, ну, по крайней мере, я только один видела, где у нее конференция с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, скорее всего, проект запущен оттуда. Ну, мысль же интересна, и многих захватят, потому что говорят об инопланетянах, о том, что мы созданы инопланетными цивилизациями. Как вариант, конечно, нам Иисус говорил, что мы из низших, а он из высших миров. Но инопланетные цивилизации тоже розни инопланетным цивилизациям. Вы сами понимаете, к какой цивилизации относится Мессия Иисус Христос, если он сидит одесную Бога Отца. Что вам сказать? Если даже в одном материале есть несоответствие с текстами Писания, то человек нагло врет. Она слушала себя, кстати, многого. Узнала, что, оказывается, Иисус у нас родился 22 сентября, причем она повторила это дважды, Я надеюсь, вы поняли из выдержек, что человек путает не просто недели, человек путает месяца, называя дату 22 сентября. Потом говорит о дате 25 декабря, а потом передвигает якобы на две недели и указывает на дату 7 января. Но ошибка в видеоматериале дважды. Это уже вообще полная каша в передаче информации. Помимо этого, я сегодня узнала, что, оказывается, Дева Мария у нас вышла повторно замуж после Иосифа за апостола Луку, и у нее были дети от этого человека. Это тоже любопытно. Но не приняла я информацию совершенно о месторасположении рая. Оказывается, рай, по мнению вот этой вот Ирины, которую не надо представлять, и так ее все знают, был у нас на дне Средиземного моря. Не, ну а где еще может быть рай, если Иисус родился в Иерусалиме, а Средиземное море рядом? Там же рядом Египет. И вот она говорит, что пустыня Сахара образовалась в результате войны и в результате гибели плацдарма, который находился на дне Средиземного моря, был буквально выброшен песок, но изначально на этой территории находился рай. Ну и тут Остапа понесло. Я же знаю прекрасно, что если открыть вторую главу книги Пытия, то там у меня указаны совершенно другие координаты. И никто с ними поспорить не может, потому что это было передано через пророков, да тем более через пророка Моисея, извините. И я понимаю, что эта территория, территория рая, где был расположен Эдемский сад, находилась очень близко к нашей территории. Точнее сказать, она находилась на территории нашей империи на тот момент, когда она была империей. Я вам об этом рассказывала. Не забывайте про гору Арарат, куда причалил ковчег Ноя. Вот там же, в этом же районе, находился и Эдемский сад. Давайте обратимся к духовенным текстам, потом я покажу то, что лепечет наша себе уважаемая Кассиопия. Итак, вторая глава. Начну я с восьмого стиха. Кстати, любопытный стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». Вы слышите слово «восток»? Оно неоднократно попадается у нас в богодуховинных текстах. Мы почему-то Россию считаем севером. «И поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, а потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон. Она обтекает всю землю Хавила, ту же, где золото». Я вам рассказывала, где золото. Рассказывала. «И золото той земли хорошее. Там Бладах и Камене Оникс. Имя второй реки Гихон. Гион. Она обтекает всю землю Куш. Я вам показывала землю Куш. Имя третьей реки Хидикель или Тигр. Она протекает пред Осирией. Куда нужно посмотреть на карте? Туда, где Осирия. Вот оно что. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека, Которого создан и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Я вам сейчас добавлю выдержки из того видеоматериала, где рассказывала про Эдемский сад, где показывала его на карте. Откуда карту взяла? Рыбные места не выдаю. Но висит она у одного очень интересного джентльмена, который живет в Соединенных Штатах Америки. На стене. И выполнена как живопись. Вот месте, где сейчас находится Средиземное море, его не было. Это уже оно появилось после войны. Вот на месте, там, на южный его, ближе к Турции, значит, нет, на севере, как кажется, там это как-то так-то. Существовала база. Вот как раз центральная база, база, где создавали нас, наших предков. За то, что мы называем рай, да? Эдем. Эдем. По иноябрике, значит, сад. Да, там действительно был создан, ну, не просто там была база научная, там еще был то, что они сейчас называют испытательным полигоном, то есть для обучения этих наших прародителей. Нет, не историк, но... Ну, он говорит, в результате войны, потому что эта территория была как раз вот вокруг базы, которая сейчас на дне Средиземного моря, ближе к берегам Турции, которая Эдем называлась. Которая была 12 тысяч лет назад. То есть там под этой пустыней была территория, ну, как большого сада, большого вот этого вот Эдема, который назывался. Вот она, ну, не вся территория, но было там как вот тропики сейчас, в то время. А в результате войны и вот этого вот раскола земной коры, и вот это нанесло вот этот песок, то есть он как бы вывервался из земли и засыпал там все. Ну, это результат взрывов, поговорить, таких войны. Поэтому там как бы сейчас не растет ничего. И очень глубоко вода залегает. Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую на своих каналах. Перед вами Древняя карта мира. Это ручная работа. И сегодня при помощи этого уникального информационного источника мы постараемся ответить на многие волнующие у нас вопросы. Во-первых, мы рассмотрим территорию нашей страны в древности. Во-вторых, попутешествуем по Древней Европе. В-третьих, мы найдем те области, которые имеют непосредственное отношение к нашей стране. Это территория Тартарии, территория Амазонии, Сибири. Кроме этого, мы отыщем место расположения рая, место парковки Ковчега Ноя. Попытаемся определить маршрут десяти колен Израилевых, которые вышли из Израиля в сторону страны Арсарев, переходя реку Ефрат во времена правления царя Осии. Итак, для того, чтобы начать работать при помощи этой карты, я хочу обозначить вам моря. В центре расположено Средиземное море. Вы видите сапожок Италии. Это у нас Азовское и Черное море, Каспийское море и Балтийское море. Итак, давайте начнем с побережья Средиземного моря, поскольку именно там находится территория Древней Иудеи и территория сегодняшнего Израиля. На этой карте вы видите Ливию, Египет, Палестину, Сирию, Месопотамию. Вот здесь располагается река Ефрат, о которой мы начали говорить. И мы с вами теперь увеличим вот эту площадь для того, чтобы найти нам ответы на те вопросы, которые мы поставили перед собой. Ну что ж, начинаем? Итак, мои дорогие, перед вами территория Древней Армении. Вы видите Армянское Нагорье, гору Арарат. Это то место, куда припарковался ковчег Ноя. То, что Ной был здесь, это доказывают богодуховенные тексты, а также вот это вот название Арсаной. Но самое интересное, что это название связано еще со страной Арсарев, куда пошли 10 колен Израилевых. И об этом мы с вами поговорим позже. Но есть еще одна очень интересная метка. Обозначение горы Арарат дано дважды. Арарат и Сарарата. И мы видим, что в этом месте, где написано Сарарата, стекает достаточно мощный водный источник, который дает начало другим. Вот эта метка позволяет нам определить место расположения реки, которая выходит из Эдема для орошения рая. То есть я сегодня при помощи текстов и карты докажу вам, что именно в этом месте был рай, Эдем, и появился человек. Это очень важно для тех людей, которые считают, что это событие произошло в Мекке. Никаким образом. Эдем и рай связан с понятием рек Тигр и Ефрат. И здесь мы видим обе реки в наличии. И сейчас я буду доказывать это при помощи текстов. Это у нас вторая глава Бытия. Десятый стих. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фессон, она обтекала всю землю, Хавила. Имя второй реки Гихон, она обтекала всю землю, Куш. Ими третьей реки Федикель, Тигр. Она протекала при Досерии. Четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Ну что ж, мои дорогие, давайте искать эти реки. Ефрат найти достаточно просто. Вот она, это река Ефрат, которую перешли десять колен Израилевых, но начало или устья находится вот здесь. И здесь есть обозначение Ефрат. Еще одна из рек обтекала местность под названием Куш. Вот эта местность, поэтому река находится рядом. Вот. Ищем еще одну реку, которая для нас очень важна. Конечно же, это река Тигр. А вот она, река Тигр, которая протекает перед Осирией. Я сейчас вам покажу это название, чтобы вы не сомневались. Вот река Тигр, а вот Осирия. А теперь попытаемся переместиться назад. есть тут и четвертая река. Один, два, три, четыре. Вот вам четыре реки, и я вам четко показала территорию рая. Итак, мои дорогие, теперь давайте поговорим с вами о десяти коленах Израилевых. Мы знаем, что они после выхода из Израиля перешли реку Ефрат, причем она раступилась буквально перед ними и подобным образом они пойдут назад. Но откуда они пойдут? Они пойдут с севера. С севера они пойдут с территории той страны, которую прорезывают реки. Больше всего рек на территории России, поэтому пойдут они с севера. А значит, на сегодняшний момент они находятся именно здесь. Других вариантов у нас нет. Давайте поговорим об этой стране, стране Арсарев, куда они пошли. Во-первых, вот это вот название Арсаной намекает на эту страну. Что обозначает название страны? Арсав в переводе в восторг или восхищение. Рев исцеление. Скажите, пожалуйста, куда могли пойти люди, стремящиеся к праведности? Которые пытались уйти от блуда, присутствующего в Израиле. Которые хотели быть святыми. Ну, конечно, в сторону рая. Они очень хорошо знали богдуховенные тексты и место расположения этой территории. А теперь, мои дорогие, посмотрите на карту. Вот здесь находится территория рая. Вот это вот Черное Азовское море, здесь Каспийское, а это территория России. Посмотрите, как близко мы расположены к этому месту. И ведь не случайно. Дело в том, что наш предок Иофет заслужил это, заслужил благословение Ноя, и ему были даны поморские племена, которые и поныне живут на территории России. Это славянские племена. И сюда же присоединились 10 колен Израилевых. А вот перед вами территория Тартарии. Она находится на юге нашей страны и частично занимает территорию сегодняшней Украины Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok